Осталось 10 секунд 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 И не все для этого имеется Имеется Death Profit с Терроблэдом, который буквально после 10 минуты уже будут летать по линиям И ломать вражеские строения Абсолютно без проблем Double Dimension нужно придумывать просто сейчас ультимативного какого-то героя Я даже не знаю, кто у них может зайти Я думал, может быть какой-то тинкер, хотя бы чтобы это немножко приостановить Но, с другой стороны, Death Profit тоже тинкер очень неплохо мешает Ну и тинкер оказывается в бане Лондруид появляется для команды Double Dimension Опасения у меня по поводу этого Лондруида имеются Потому что не факт, что он успеет разогнаться просто к тому моменту, когда OG задавят Double Dimension Но все будет решаться на стадии Ленинга Если разгонится, то персонаж-то крайне опасный Затяжные игры для Лондруида это всегда хорошо Потому что Аганим никто не отменял 12 слотов тоже никто не отменял И в случае затяжной игры все шансы будут Что по защите? Что у нас есть для того, чтобы откидываться с хайграунда? Саппорты, которые обладают хорошим парокастом Умни Найт, да, там как-то подерется Медведь там будет на передовой с Радиансом, надеюсь, уже Поэтому защищаться, в принципе, есть чем Другой вопрос, что у OG такой пик Вот они нападут, они ворвутся после Клокверка Всей толпой просто с Големом, с Ультимейтом Ир Спирита Не могут стереть в порошок вообще всю вражескую команду Умни Найт здесь нужно играть крайне аккуратно У него многое будет зависеть Ну и главное не подставляться Сколько уже таких карт на турнире мы видели с тобой Когда команда проигравшая проигрывала За счет исключительно позиционки в драках Стоит только вспомнить Мариарти Которые классно играли Они даже переиграли у OG в Best of 3 противостоянии То есть как-то же смогли они это сделать С счетом 2-1 Значит было все хорошо А потом что-то с ними стало не так Либо у OG наоборот наконец-то перестали рофлить, как говорится И начали играть в полную силу Но в любом случае, главное позиционка в драках А массфайт неплохой Главное не подставляться, потому что Именно массфайт все-таки у OG несколько посильнее Да, на мой взгляд здесь процентов так на 95 Должна быть победа OG Процентов на 5 Ты не веришь в наших ребят Да, но к сожалению То есть я верю в их игру Но я не верю в пик Прям совсем не верится Потому что отдали Airspirita Jerrox Это сигнатурный персонаж И стоит напомнить, что у команды OG С данным героем винрейт просто заоблачный Это вообще первый герой в их пуле То бишь пикали они его больше всего Там Dazzle следующим идет, насколько я это помню Но OG На стадии лейнинга Тоже выглядят крайне сильно И тот же самый Omni Knight Может быть и сможет что-то сделать Но вот по последней игре По тому, как отыгрывал Miss Moon Мне в это слабо верится На мидл линии Получается противостояние Кто будет? Excalibur будет стоять против Death Profit, я так понимаю И в принципе не сказать, что Razer прям настолько сильнее, чем DP То есть да, он будет, конечно, мешать Death Profit на линии Но есть у меня такое ощущение Что OG в этой ситуации Тоже с мидл линии для себя Дивиденды некоторые вытащат Знаешь, какой есть плюс Огромный какой есть плюс У OG Это Warlock Вернее, минус У OG это Warlock Почему? Потому что Вспоминаем Early Game На прошлой карте Там этот Тускар Столько головной боли Доставил И Так сложно было Против его активных перемещений Здесь Fly играет На чуть ли не самом пассивном Саппорте Который по линиям Не передвигается вообще Вот он стоит Своего хора Смотри, как Может быть Ферсблат Работает батарейка Будет, будет Ферсблат Последняя ручка, да Так вот Warlock Это герой Который Не бегает по лайнам Он стоит Гоняет Мисс Муна Будет заниматься Исключительно этим В свою очередь Только лишь Один Earth Spirit У Double Dimension Два активных саппорта Которые могут По карте перемещаться Соответственно Лон Друид Ну, будет время У Double Dimension Пофармить Это то, что им нужно Чем быстрее появится Мидас на Лон Друиде Чем быстрее он потом Купит Радианс Тем лучше И вот этот Warlock Пассивненький Может подобные вещи Обеспечить Да, ДП на фарме Да, Террорблейд Тоже наверняка Своё возьмёт Но Ранней агрессии Вот прям совсем агрессии Я от OG На этой карте не жду Из-за Warlock Думаю, будут играть Несколько пассивней Чем на прошлой карте Ну, тут Earth Spirit Который уже идёт Подрезать Курьера Смотри, как красиво Выкидался Курьера Правильно подцепил В принципе В нужный момент В нужное место Минус Курьер Для команд Double Dimension Всё начинается Для них супер плохо И будет, собственно Прилежа ещё хуже Такое ощущение Курьеры ФБ Да, да Double Dimension Видимо, сами себя Уже не поверили Хотя тут OG Просто собрались OG, видимо Поверили в себя OG поняли Что им придётся Играть таким составом Ещё некоторое время Ну, на самом деле Кстати, давай Этот момент с тобой Обсудим немного Пока у нас Ничего интересного Не происходит Вот Resolution Покинул команду OG А тут возникает Большой вопрос Ну, вот как правильно Отметил Вилат Например В Твиттере Что OG Resolution Не был самым слабым Звеном в команде Вот там Слово Далеко Он тащил И у него была Ключевая роль В игре И он играл На том, что ему брали Играл-то он хорошо А так Снизу очередное Нападение на дитя Рукова Запирают Очень сложно Будет здесь Отойти Но вроде как Живёт И как бы Джеракс Не забрал Здорово Джеракс Погибнет Да, и Своя здесь Мога урона получит Спасная игра От дитя Ну так вот К моменту О Resolution Resolution не был Самым слабым звеном Это факт Ну, можно найти Игроков Которые выступали Хуже в этой команде Ушли ли его Как говорится Либо ушёл он сам Вот в чём вопрос Может его не устроила Атмосфера в команде За что могут кикнуть Человек из команды За то, что он либо играл Плохо Либо он какой-то Токсик Слушай, посмотри Дабл Дименшин Дабл Дименшин Всё-таки Дают ответ своим оппонентам Забирают Ноутейла Не привык он Стоять на лёгкой линии Помни, что Внизу у него Точнее на мидл линии У него всё было вроде как Хорошо Там никакой Омни Найт не придёт Там Милон Никакой не подцепит Но Здесь всё чуточку посложнее Всё-таки Ноутейла умирает Ноутейла не такой большой Запас хитпоинтов Чтобы он Мог на себе Выдерживать чистый урон Ну так вот К вопросу снова О резолюшине Договорю уже Кикает человека Если он Плохо играет в доту Либо Если он не подстраивается Под стиль игры Он просто не подходит Да, он играет хорошо Но не подходит Либо он Не знаю Какую-то Негативную атмосферу Внутри коллектива Создаёт Последнее мне Верится с трудом Я, конечно, не знаком С Ромой лично Но уверен Что он не из таких людей То, что он плохой исполнитель Это тоже Далеко не Мире не скажет Ну, никто не скажет Что резолюшин Просто плохо играет в доту Этого тоже Быть не может То есть Как бы он сам не ушёл Может, его самого не устраивает То, что происходит в коллективе Сейчас ждал он больше Снизу убивают медведя Зарабатывают 300 голды И дитяра только сейчас Вызывает нового Почему не стал сразу Не знаю Много Много Может быть Вариантов Действительно Мы здесь Точно никак не угадаем Но Мне почему-то кажется Что самое реалистичное Это Резолюшин В одном из Других коллективов Кому-то понравился Слишком сильно И Решили вот таким вот образом Самым вас поменяться Какой-то контракт Наверняка их связывал Ну, то есть Я думаю, что он сам Просто искал возможность уйти Я не знаю Так, ноутейл Проблемы Ноутейла подцепили Ноутейл Пытался сейчас Хоть каким-то образом Выжить на стиках На перификацион Через пару секунд Перификацион Отлично Дайот Это минус Терраблейд уже Второй раз Три-один За дабл-дименшн Расслабились уже Да И вот Тот самый варлок Который пока на линии Вообще не помогает То есть Есть он Нет на линии Терраблейд все равно Убивают И убивают уже второй раз Нижняя линия Медведям Стоится Очень здорово Да, он немного Уступает по крипам Клокверку Но он фармит свое Это самое главное Он не погибает Он еще и убивать Там умудрялся Этот ферсплат Мы забудем Это было не на линии Ну и в миде Как мы видим Рейзер Пока просто Уничтожает Деспрофит Экскалибур Показывает Что Игрок он Хороший Вот нападение Сейчас было на Рейзера Но по-моему Можно Деспрофит подловить Копнуть бы ее И копнуть Потому что был глимс И Деспрофит погибнет Там много дэма Джоу Рейзера Четвертое убийство подряд Здорово Все три линии Сейчас не проигрываются Дабл Дименшин Две можно сказать Даже выигрываются Это верхняя И центральная Слушай, казалось бы Начиналось все очень плохо Для диди Но они не теряют дух Они действительно пытаются Сейчас максимальное количество Убийств на этой карте Сделать до 10 минуты И у них это получается 4-1 счет Преимущество Понятное дело Еще никакого нету Были бы сделаны эти убийства Чуть позже Может быть что-то и получилось бы Но вот сейчас Очередной раз пытаются Еще и Клог Только зацепить дитяра Корни правда не работают Сработали бы корни Может быть ум Повезло Но все равно это классно Может быть еще разочек Сработать, нет? Нет Не получается Ну вот одну тычку буквально дать Вот сейчас Вот сейчас СФО Спритбир Ну Коги Боится Боится Сам понимает прекрасно Что там наверняка Уже с псевдорандома Куча шансов Появилась у Спритбир Для того чтобы Коги Те самые Точнее как раз таки В корни приморозят В это время Омни Найт наверху Пытаются пробить Мне парфа изображат От Ноутела Был проюзан станчик От Тверспирит Тверспирит Также вкатывался Ну и Флай Там тоже раскинул Свою фаталбанды В принципе неплохо Подхилил своего тиммейта На всякий случай Если вдруг что Откидывается что вордом По Милану В Милан Может быть здесь и приехал Хотя рядом Также есть еще и Дизраптор Джеракс Закатился не очень приятно Потому что кулдаун Довольно таки большой Пытаются его еще Один раз пробить Климсанули А ведь может получиться Потому что броустрайк Будет через пару секунд Откинул хорошо Джеракс Жить Джеракс Всеми силами Сейчас сукатываться Там не самый страшный Террор Блейд И спрятался И нет вижены Никакого отличного Милана вкача Чем все таки Сэндшторм Даже в единичку Он его сейчас спас Ну зачем вышел Там же до сих пор Метаморфон А нет Вот она закончилась И нападение на Террор Блейда Может тут получится Убить его Есть префикейшн Но Тэйл Очень битый Дерется до последнего Рейзер так же приходит Как же он здесь Своевременно оказался Этот размен точно на руку Потому что Сумкин тут всего лишь Саппорт А там убили мейнкэрри Классная игра Доплдименшн И возникают Огромные проблемы У команды ОУДЖ Абсолютно закономерные Связанные с тем Что ТБ фармить Пока что не может Дитяра Снизу там краем Вышли на Дитяру Легко его конечно убили Но это три героя Опять же А у Дитяра И так дела шли Здорово Поэтому смерть Не так страшна У Нутейла дела идут Хуже Чем у Лондруида Это мы видим И по Нетворсу Там отставание уже В шесть сотен голды И Нутейл все таки Уже трижды погиб Пока Доплдименшн контролирует Ситуацию на карте Даже несмотря на то Что Убили не намного больше Чем соперник Главное Нетворс И главное то что Все линии Не проигрываются Так тут Милан Опять же выцеливает жертву Все три игрока Команды Дабл Дименшн Уже здесь Перетянулся Также еще и Дитяра Попытаются подцепить Нутейла Нутейл Первого лужара Жекорни Срабатывает И убивать его можно Да Хороший фраг Здесь запирают Мисс Муна Но Мисс Мун-то Обладает Скиллами Которые позволят ему выжить Поэтому ничто ему здесь Не угрожало И Еще бы корни Еще бы разочек нет По кому-нибудь Ну там моторики работают уже Слишком далеко уже находились Дабл Дименшн Я даже не уверен Что если бы по клокерку прошел удар Прошли бы корни Может быть его убили бы Не факт Что это не зашло У меня сейчас дежавю Я вспоминаю Джейфона Инжта по решению На прошлой карте Как он стоял На своей легкой линии Когда Кэрри ему оставил Линию на пару минут буквально Чтобы тот получил шестой уровень Сейчас Идентичная абсолютно ситуация Ну то есть Это тоже момент Который команда отработала И сейчас им Хорошо пользуется Там как раз Скоро десятая минута Если не успеет На крипах нафармить То книжка позволит ему шестой левел взять Что у вражеских саппортов Четвертый Р-спирит Пятый уже Варлок Ну вот Варлок с линией Вообще никуда не уходил Там и во фрагах участвовал Поэтому у Варлока тоже все здорово И его шестой левел Действительно опасен На миде Тем временем Нападение на Экскалибур А через экзорцизм Пытались убить Но тот улетел Классно было сыграно Прочитал ситуацию вовремя Знал что больше нечем Забивать телепорт И воспользовался этим Да Нападал там Экскалибур Сам Но потом просто увидел Что рядом есть еще Р-спирит И здесь не по шансам Станчик был откинут И Телепорт абсолютно Спокно прокастовал В это время Пушат Тирадентавр на мидллинии Игроки команды О-Джи А наверху Отъезжает таверну Уже Варлок Также СФО пытается Продолжить стоять на этой линии Неплохие футалбанды Раскинуты Врывается Джеракс Неплохо Дитяру бы пробить Но дитяра остается в живых Еще и медведя зафармили И цикапай своих Ну вот Еще бы мишку Одного Где медведь Там кулдаун Там кулдаун Три секунды Эх Как не повезло Мисс Мун Сенкинг тоже очень битая СФО пытается гнаться За двумя Сразу же Мисс Мун Успеет ли похилить Должен успевать И СФО В идеале здесь убить Ну вот только сейчас Медведь появился Они дерутся вдвоем Битый медведь Битый мисс Мун Страшно И Там еще Диспрофит в спину Заходят Ой как плохо Двоих потеряли Могут потерять И третьего Нет уйдет Уйдет Да очень неприятно Убили Мишку В самый последний момент Прям Действительно Не то Чего хотели здесь Увидеть Дабл Дименшн Ну заиграли Самую малость То есть отлично Стянулся Джеракс На верхнюю линию Отлично Начал очередной файт Там пытались уже Отходить Дабл Дименшн Он их придержал Потом уже Подтянулись и остальные Персонажи Ну и в итоге Пришлось драться Против того же самого Клокверка Например два раза Его убили Точнее не извиняюсь Не Клокверка А Варлока два раза Его убили Он вернулся в файт Он еще раз раскинул Свои фотобанды И в итоге Файт проиграл На команде Дабл Дименшн На металл линии Уже пытается Скальберт пребывать Родин Тавр Но он его не сномает Ни в коем случае Дамеджа не хватает Внизу Фармит Террор Блейд Но Телл понимает Ну кстати смотри Но Ужито вынудили Так играть Ребята Из Дабл Дименшн Потому что Много перемещений От Дес Профит Слишком мало перемещений От Рейзера Как мы видим Ну то есть Он спокойно Стоит фармит Он не обращает Внимание на то Что происходит Он сейчас убьет Еще и Джерекса С удовольствием А Террор Блейд Вынужден был Уйти вниз На топ Постоянно Просто стягивался Чтобы мешать И сейвить Террор Блейд Ну хоть что-то Чтобы сделать Команде Ужи Они не обращают Внимание на Разора Разор Может быть И не самый сильный Кэрри Но в мидгейме Это страшная сила Будет довольно быстро И сейчас Самый сильный герой Ужи Это Клоппер Тот самый Уходит И лучше отступить Но там будет Хукшот Там хукшот есть И он прыгает Есть голем Есть голем Можно будет кидать голем Но пока что не используют Возвращают Клопперка Милан Подкопал Джерекса Ой-ой-ой Голем помил Ну Милн умирает Умирает еще Дезраптор Неплохо Потолбанда работают Круто Круто Сейчас получилось Я не ожидал Что здесь все-таки Игроки Дабл Даймэншн Смогут умереть Но Получается это так Ноутейл в это время Парализует на Таврофозу Пытается пробить Тиару Он на хосте Он может его убить Там хоста еще будет Несколько секунд Стики прожимать И нормально так Отпугнул медведем Да Как же повезло Ну повезло На татаре драка Продолжается Очередная Мисс Муна Здесь загнали в лес И убивает В очередь экзорцизм Голем по-прежнему работает Поэтому Не стесняется Ужи заходить Мисс Муна